Приветствую вас, Людмила. Смотрите, какая получается история, какая получается ситуация. С одной стороны, вы говорите, что, понимаете, что проблема у вас, и неправильно строить отношения, да, вот. Но, с другой стороны, вы, по сути, абсолютно никак не раскрываете своих проблем. То есть, то, что вы описываете, это, знаете, вот, это просто... биографические данные, и всё. То есть, это никак не тянет на анализ проблем. Вы пишите, что вы боитесь остаться одна, это единственное, кроме общих ваших данных, что можно рассматривать как, значит, ну, с точки зрения психологии. Итак, как не позволять мужчине сидеть на шее и перестать быть удобной? Ну, если вы позволяете мужчине сидеть на шее и позволяете себе быть удобной, то, первое, у вас есть сложности с самооценкой. И, второе, вы не конкурентны, то есть, это означает, что вы не всегда, естественно, к большому сожалению, себя ведете, то есть, вы ведете себя не так, как вам хочется. То есть, если вы себя можете как-то сдерживать, вы себя можете как-то пытаться контролировать, вы в начале отношений и вы, ну, в конце отношений или в середине отношений, это две разные вы. То есть, вы меняетесь, вы меняетесь, к сожалению, не в самую лучшую сторону, в смысле, ну, в том, в смысле того, в смысле того, что, ну, здесь вот такая проблематика у вас. Вот. И это всё, как бы, всё, как бы, вместо, да, это создаёт, понятное дело, создаёт всё это трудности, безусловно. Вот. Вы зависимы. Это вот такой момент, да, что зависимость, это, собственно, собственно, то, что делает человека удобным, то есть, ну, мотивирует делать человека, такие вещи, которые удобнее, ему, да, самому, а кому-то, вот, как раз, другому, вот. То есть, это вот, в принципе, ну, это вот такой аспект, это вот такая здесь, ну, сложность, как бы. Вот. И, соответственно, необходимо работать в этом направлении, как мне кажется. Вот. Необходимо действовать в этом направлении, чтобы, ну, чтобы, грубо говоря, вы, вот, себя, себя не предавали, да, чтобы вы, как-то, вот, к себе, ну, лучше относились, что ли. Дальше. Идём. А, так, мне 43 года, я преподаватель. Ну, смотрите, Людмила, как обстоят дела здесь. А, значит, если вы преподаватель, во-первых, было бы здорово, если бы вы написали преподавателем, а, с чего. А, то есть, ну, какую, какую дисциплину вы преподаете. Вот. Потому что это, ну, такая, довольно, довольно важная история, вот. Какую именно, какую именно дисциплину вы преподаете. Вот. Потому что дисциплины, ну, дисциплины бывают разные. И если вы, например, преподаете дисциплину точную, я по-моему, если вы преподаете дисциплину гуманитарную, это немножко в руку, то есть тут необходимо понять ваши особенности в психике, для того, чтобы лучше увидеть, как вам можно помочь. Вот. тем не менее, тем не менее, вот, что важно, это то, что преподавая вы можете, как раз таки, быть, ну, от себя отстранённым. То есть, то есть, преподавая и привыкая учить людей, вы можете немножечко забывать про себя, немножечко хуже чувствовать себя, вот. привык, ну, как бы привыкая, да, можно сказать, работать именно интеллектом, но не чувствуя себя, не ощущая и не принимая то, чего вы, например, могли бы хотеть. Да, то, чего вы могли бы желать и то, к чему вы могли бы стремиться. Вот. Поэтому здесь, повторюсь, очень важно. Либо наоборот, если вы, допустим, преподаете гуманитарную дисциплину, то это может быть история про идеализацию, это может быть история про, ну, определённые, скажем так, мечтания, это может быть история про то, что вы слишком, ну, вот, слишком уничтаетесь, слишком идеализируетесь с, ну, реальностью, скажем так, да, ну, не принимаете реальность вот такой, какая она есть. То есть не принимаете несовершенства, да, давайте вот так скажем, не принимаете несовершенства реальность. Вот. Она есть, если вы к ней не готовы, то она может вас, скажем так, немножко подводить, да. Вот. Дальше. Мне второй брак, в первом прошили 15 лет, на расход подала сама, когда у мужа случилась любовь на работе. Ну, смотрите, любовь на работе, это не случайная история, и, в общем-то, почему-то чувства мужа к вам прошли, вот, нужно сделать анализ ваших отношений в браке, чтобы лучше, лучше понимать, с чем именно мы не делали, да, то есть какие, ну, какие конкретно вещи привели к этому. Потому что, ну, очевидно, что здесь есть некий кризис, вот, и нужно понять, что это за кризис, ну, надо понять, как он, то есть этот кризис, стал возможным, вот, и какой ваш вклад в него, в этот кризис. Если я имею в виду, потому что, ну, после начальника, то какой-то, вот, вклад вы в него внесли, вот, в начале мужчина, эээ, буквально, да, потом, вот, случилось ли, ну, случиться ничего не могло, случайно, ничего не бывает. Дальше, он не хотел разводиться, и что, это вы к чему? Второму мужу сейчас сорок шесть, какое значение для вас имеет возраст? Шесть лет живем вместе, четыре года в браке, живем у меня. Опять же, как вы к этому пришли? У меня взрослый сын от первого брака, двадцать лет, дочь в супругом городе. К чему вы это написали? У мужа взрослая дочь, двадцать шесть лет, и сын девяти лет, живут с матерью. Он крайне негативно относится к нашему браку, есть проблемы с алкоголем. И что? Он мечтает, чтобы младший ребенок шил с нами, это постоянная тема наших конфликтов. Почему? Какая ваша сторона в конфликтах? Я бы сказал, что это не совсем понятно. Ну, то есть вот, понимаете теперь, что я имею в виду? Вы говорите, это тема наших постоянных конфликтов, но вы не раскрываете свою сторону конфликтов. И судя по всему не умеете выстраивать, ну, гармоничные отношения без конфликтов. То есть как-то, ну, не конфликтово. Вот. То есть тоже очень важный момент. Как мне кажется. Вот. Поэтому, я думаю, что имеет смысл, как минимум, поисследовать этот аспект, связанный с тем, как вы ведете себя в конфликте. Как вы устраиваете отношения в конфликте. И почему вы конфликтуете. Ну, вообще, в принципе, почему вы конфликтуете. В принципе, да, всем это связано, что вы конфликтуете. Вот. Какие есть у вас для этого основания. Основания для того, я имею в виду, чтобы конфликтовать. Вот. Это достаточно важный момент. Обычно конфликты возникают тогда и только тогда, когда человек, ну, в какой-то степени боится, ну, боится близости, да, боится проявлять свои чувства. Вот. Ощущает некоторую, некоторую угрозу. Вот. То есть, грубо говоря, боится быть незащищенным. Вот. Ну, может быть. Проблематика еще такая, что человек не уверен в себе. Себе. Да, может ревновать. Там. Ну. Такое, в принципе, тоже бывает. Поэтому здесь нужно смотреть, из-за чего вы против ребенка младшего, чтобы лежил с вами их. Ну, это же ребенок вашего мужчины, которого вы вроде бы как любите, которому есть какие-то чувства. Дальше. Значит, два года назад уволился из полиции. Работу таксистом. Такая на работу устраиваться не хочет. И что? И что? Заработок непостоянный. Живем посвятить на мои деньги. Большое желание стать развестительным. Во-первых, боится за стороны. Во-вторых, понимает, что делал во мне неправильно, что доведу в отношениях. Ну, нужен анализ, чтобы понять, что именно делать в Инсталлипеке и что конкретно вам, собственно, нужно исправлять. Потому что, пока что, пока что, я бы сказал, что основная проблема в неосознанности того, что вы делаете, может быть, в некоторой конфликтности, которая у вас присутствует, да? Но, как бы, как бы, это все на уровне предположений сейчас. Тут только. Потому что более, более точной информации нет. У меня. Дальше. Значит, вы боитесь оставаться одна. Это непринятие себя. Это сложности с реализацией. Вот. Это... Некоторая недоверие себе. Это некоторая, ну... Некоторая тревожность. Потому что... Простите. Я... Я... Ну, как бы... Говорите... Говорите... Вы... Да? Я не чувствую себя защищенным. И... ... Ах... Как мне... Кажется... Не могу... А-а... Положиться... На допустим... Своих. Ну... На своего ребенка. На своих... Ну... Свои... На своего сына. Вот, то есть это, ну, вот, в общем, в общем, это, ну, такая вот проблема тоже, и, как мне кажется, эта проблема вот, нужно решать, ну, нужно решать эту проблему, вот, именно, вот, через обретение внутренней гармонии и восстановление, ну, может быть, коррекцию отношений с миром и так далее, вот, в первую очередь принять их в себя, а вообще, вообще, привести в порядок, как бы, просто в вашу жизненную позицию, потому что сейчас это выглядит примерно так, что я не хочу оставаться одна, и мне нужен кто-то, мне нужен мужчина. При этом я веду себя таким образом, что я, ну, как бы, нуждаюсь, вот, и я не приемлюсь, что мной пользуются, то есть я сопротивляюсь, что мной пользуются, но при этом я не боюсь остаться одна, то есть человека я использую как средство, как возможность не быть одной. И вот это, на самом деле, противоречено, надо понять, эээ, как бы, что из того, что вы делаете, ну, вообще-то говоря, эээ, того стоит, как бы, как бы, да, вот, что из того, что вы делаете, эээ, вот так я бы сказал. Потому что, ну, пока что есть вот такое, эээ, противоречие. И вам, ну, в принципе, не обязательно отказываться от своих ценностей, от ориентиров, которые у вас есть. Я думаю, что это, эээ, не всегда легко и, эээ, не всегда возможно. Но можно, по крайней мере, эээ, привести к общему знаменателю то, что вы готовы сделать для реализации, хотя бы, своей позиции, да, то есть не хотите быть одной, ну, хорошо, на что вы готовы пойти, что вы готовы дать, что-то дать придется. Самое главное, это то, что выстраивая, выстраивая отношения на зависимости, вы именно, вот, что называется, на зависимости их выстраиваете, потому что вы нуждаетесь в человеке, человек это не может, ну, человек не может не чувствовать, что вы им нуждаетесь. Эээ, так вот, выстраивая отношения на зависимости, вы не можете позиционировать себя, себя, как, эээ, субъект, эээ, духовных, эээ, ну, и субъекты, эээ, духовного аспекта в отношениях, вот. То есть, грубо говоря, если вы даете человеку понять, что вы нуждаетесь в нем, то, эээ, у человека появляется мотивация вас использовать. Особенно, если вы изначально уже живете, ну, как бы, на своей территории, да, и так далее, вот. Ага, еще я, я бы сделал, знаете, вот, такое предположение, что, эээ, разводясь, вы убегаете. Вот, выбежите. Я только, вот, не очень, эээ, понимаю, от чего выбежите, пока что. Вот, но, тем не менее. То есть мы, то есть мысль, эээ, целая мысль у вас, эээ, хорошая, эээ, что проблема у вас, но, к сожалению, вы сами никак эту мысль не раскрываете. Вот, не раскрываете, вы сами эту мысль. Эээ, никак, от слова, ну, от слова совсем, вот. То есть, да, во мне проблема, что конкретно, как, эээ, конкретно, эээ, это проявляется, и, эээ, действительно ли, на самом деле ли, вы считаете, что, ээээ, проблема вас? Это вот то, что остается, к сожалению, без ответа. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Эээ, небольшой такой постскриптум, а что между вами и вашим мужем общего? Что вас объединяет? Как вы сошлись? Ну так. Продолжение следует...